Раньше мы рассказывали, что в селе Васильевке Софиевского района боролась против врагов повстанческая семья Коваленко, ссылка вверху, и о том, что Антон Коваленко был сотником в отряде Родиона Федорченко. Семья Федорченко и Софиевка тоже была повстанческой, и не только Родион славен своим участием в национально-освободительном движении, но и его племянники. И действовали племянники вполне осознанно и самостоятельно. Где-то их пути с дядей пересекались, где-то расходились, но они держали друг друга в поле зрения. Поэтому начнем нашу трилогию о семье Федорченко с рассказа о его племянниках Дмитрии и Михаиле. Канал Ирины Коновец-Поплавської А дело в том, что был Родиона родной брат Василий Яковлевич, с которым они были особенно близки. Жена Василия Явдоха Анысимевна, девичество Ляшенко, 1876 года рождения. И Софиевке повезло, что у нее есть такой замечательный краизнавец, как Анила Антоновна Голенда, которая написала книгу о семье Федорченко «Летять, увы, ри журавли». Очень советую найти или купить, или почитать эту книгу. Там много интересных деталей о том, как прошло детство и юность в семье Василия Федорченко, их родословная. Дмитрий Федорченко родился 1 сентября 1901 года. Хата находилась их в Каменке, где-то там, где овал. Как видите, раньше села Софиевка и Ангельгард Васильевка почти сливались. Семья на момент рождения Дмитрия включала бабушку Харытыну в девичестве Дзюба, это мать отца, отца Василия Яковлевича, мать Явдоху Анисимовну, брата Михаила, 1899 года рождения, и два дяди, Иван Яковлевич и Радывон Яковлевич, работавшие тогда на приисках, а также две тети, сестры отца Палашка и Явдоха. Все жили в одной хате, потому что это была, видимо, батькивщина. Позже родились еще Мария 1904 года рождения, Яков 1909 и Палашка 1917. Таким образом, семья была огромная, а хозяйство небольшое, потому что дед наследство почти не оставил. Мальчик с раннего детства помогал по хозяйству, а в шесть лет начал дома учить грамоту. Затем пошел в начальную школу в Ангельгард Васильевке, потому что она ближе, где учился четыре года. Потом поступил в двухклассную школу в Софиевке. Вот те места и кладбище еще сохранилось с могилами предков. Воспитывался Дима в антирелигиозном и революционном духе. В 1905-м его отец и дядя Радевон, как он его называл, принимали участие в революционных событиях, за что власти их гнобили. Аресты и обыски были обычны для семьи явлением. Вот в такой атмосфере и формировался характер маленького Димы. Дальше мы будем опираться на его автобиографию, написанную чистую украинскую мовую, вот таким почерком. Как будто писал для нас с вами и рассказал все подробно. Эта биография просто неоценимый для нас документ. Когда началась Первая мировая война, мальчик был страшным противником войны. И всем мобилизованным советовал скорее сдаваться в плен. Он думал, что царь просто хотел убить побольше людей и отбить внимание от состояния экономики в Российской империи. По окончании Софийской двухклассной школы год Дима побыл дома, а в 1916-м поступил в Верхнеднепровскую сельскохозяйственную школу. Школа была открыта по инициативе местного землевладельца, мецената, предводителя дворянства Верхнеднепровского уезда, кандидата правоведения, действительного статского советника Эраста Константиновича Бродского, который за свои средства построил учебный корпус с пансионом и был постоянным опекуном школы. В 1911 году, согласно его ходатайству, школа по указу Николая II была преобразована в Верхнеднепровское среднее училище земледелия Екатеринславского губернского земства с шестилетним сроком обучения для подготовки агрономов. В 1915 году училище присвоили имя основателя Бродского, а находилась она в Вишнево. Сейчас это Эрастовский колледж имени Бродского. В общем, это было достаточно престижное заведение для сельских детей и готовило помощников агрономов. У Димы был шанс стать помощником агронома Каморного, о котором мы рассказывали в видео, ссылка вверху. Тот как раз только что завершил образование в своем обеточненском аграрном училище и вострил лыжи на Софиев. Вот как выглядело здание школы, когда Дмитрий в нее поступил. Очень и очень впечатляюще. Надо сказать, что Днепровские дворяне это были совсем другие дворяне, чем в Екатеринславском уезде, чем те бергманы, о которых мы рассказали в видео, где деды бунтовали, ссылка вверху, которые жили только для себя. В школе Дмитрий принимал участие во всяких подпольных ученических кружках, которые имели целью распространять внешкольное образование в революционном духе. Доставали разные книги и журналы, собирались для обсуждения прочитанного. Но работа кружка шла абы как из-за излишней конспирации и нехватки денег. Весной 1917 в кружке было 30 человек и работа пошла быстрее, потому что появилось полно всяких газет и можно было следить за событиями. Ребята начали участвовать в агитационной деятельности на селе, потом разъехались на летние каникулы, но еще не имели четкого представления о разных партиях. Летом в Софиевке Дима был слишком занят работой по хозяйству и поэтому только наблюдал, что происходит вокруг. А что он видел? Что монархисты-корниловцы пытаются повернуть колесо революции вспять. Когда осенью ученики съехали в школу, то они начали вырабатывать взгляды на партии и группироваться. Самый маленький был кружок «Интернационал», в который входил и Дмитрий. Кружок был под предводительством Янчука, Клименко и Друзенко и объединялся вокруг Екатеринославской газеты «Звезда». Агитационная деятельность, а что-то такое мы рассматривали в видео о яде пропаганды на незрелые души, ссылка вверху, заключалась в том, что ребята уговаривали селян отдать голоса на выборах в учредительное собрание за номер 9 большевиков. Но вскоре ученики снова разъехались и дома за новостями было тяжело наблюдать. Потом школа сгорела и жить стало негде, так как ученики жили в общежитии при школе. Весной 1918-го пришли немцы. Дмитрий вернулся в школу, но большинство товарищей по кружкам его не приехали, и ему пришлось спрятать революционные книжки. И он снова оторвался от революционных событий. По его взглядам можно представить, как все смотрели на гетьманат. Бачив, что в Киеве немцы садят гетьмана, ищу склизно в круги ходят немецкие виська та гетьманська варта, а про Москву и Ленинград – нияких видумостей. В этих словах четко просматривается, как украинский народ тяготел к России в тот переломный момент истории. Считалось, что революция и передовые идеи исходят оттуда, типа там в Петербурге сбросили царя, и люди заживут припеваючи, а мы останемся тут влачить жалкое существование с какими-то немцами. Летом 1918-го учеба была недолгой, а на зиму учеников распустили. В ноябре Дмитрий поехал домой и услышал, что против немцев и гетьманата поднялось восстание. Он направился в Екатеринослав, и там принимал участие в борьбе против гетьманского 8-го корпуса в отряде под руководством атамана Екатеринославского республиканского войска Миколы Юхимовича Горобца. Это был один из трех братьев Воробьевых, которые украинизировались и стали городцами. Двое из них потом будут воевать в отряде атамана Родиона Федорченко. В дни падения власти гетьмана Скоропадского 8-й гетьманский корпус отказался подчиняться петлюровцам, сохранил боевую дисциплину и подавляющей частью принял добровольческую ориентацию, то есть пошел к белым. 23 ноября произошли вооруженные стычки этого корпуса с петлюровскими войсками, в результате которых Екатеринослав остался в руках добровольцев. Все же ситуация вокруг города продолжалась оставаться опасной для оборонявших его войск. Руководство корпуса приняло решение идти на юг в Крым на соединение с армией Деникина. В ночь с 27 на 28 ноября отряд из частей корпуса выступил из Екатеринослава в южном направлении, а 17-летний Дмитрий вернулся домой в Софиевку и там принял участие в разоружении варты гетьманцев, а в декабре 18-го он на станции Верховцево вместе со всеми выгонял последние части немцев. Таким образом украинцы собственными руками расчищали путь красным ордам с востока, поддавшись красной пропаганде. Я эту фразу повторю еще не раз. Когда пришли большевики, то учащиеся вернулись к учебе в Верхнеднепровской сельскохозяйственной школе, но нужно было подгонять школьные дисциплины и кружок уже не возродился. Тем временем на Криворожье надвинулась добра армия Шкуро и Деникин. Карательные отряды начали дорываться к Дмитрию за его участие в восстании против гетьманщины. И в сентябре ему пришлось снова сражаться теперь против деникинцев, а вместе с ним и братья Яков и Михаил. Они воевали в отряде Мирошниченко и Гладченко. В середине ноября 1919-го Дмитрий заболел пятнистым кифом, так раньше называли сыпной киф, и поехал домой на лечение. Через полтора месяца деникинцев прогнали и пришли большевики, теперь уже надолго. Дмитрий снова вернулся в школу. Теперь она называлась Верхнеднепровская сельскохозяйственная агропровшкола с рабфаком. На фото дом Бродского, сохранившийся до наших дней. И там проучился весну и лето 1920-го, потому что работы по хозяйству в школе было много, а рабочих рук мало. Все было пока спокойно, но в конце лета появились красные отряды и начали ловить дезертиров, то есть бывших повстанцев, которые не хотели идти служить в Красную армию и объединялись в отряды. Их красные жестоко преследовали и часто расстреливали. Хватали всех подряд и только за то, что кто-то из родных воевал в повстанческих отрядах. Когда такие случаи участились, Дмитрий стал чувствовать себя неуютно, хотя все еще оставался в школе. Но когда арестовали по подозрению всю администрацию школы, то ему пришлось поехать домой, потому что любой повстанец мог на него что-то там наговорить. Но дома было не лучше. Пришлось недели две прятаться днем в полях, аж пока 30 сентября 1920-го его не схватили в Любимовке вояки атамана Бровы. Но когда его привели к Брове, тот, услышав фамилию пленника, приказал его отпустить. Надо сказать, что Дмитрий во время всей этой кутерьмы успел обзавестись боевой подругой и даже зарегистрировать с ней брак, как положено. У пары родился сын Борис, которого отправили на воспитание к бабе с дедом в Софиеву. Далее имеем две версии. Первая, которую Дмитрий потом рассказал чекистам. Вдруг подняли тревогу, что едет какой-то большевистский отряд, и Брова со своими начал отступать, а Дмитрий с ними. Но это оказался совсем другой отряд, который гнался за кем-то два дня без передышки. На третий день на отряд Бровы, который находился уже возле Днепра, напал большой кавалерийский отряд, и Дмитрий, видя, что на Перелывке, скрылся на другом берегу Днепра. Там его схватили в Рангелевце и увезли сначала в Александровск, затем в Мелитопольский уезд, а оттуда в Крым. Дмитрий решил в Крыму найти какую-нибудь сельскохозяйственную школу и там продолжить обучение. Но в Джанкое его посадили в тюрьму, откуда он сбежал, и направился в Феодосию, где его тоже задержали. В Феодосии на пароходе Владимир. 12 ноября 1920 года поплыли в Царьград, Константинополь. Единственное, что здесь может быть правдой, так это тяга к учению. Дмитрий страшно хотел продолжить учебу и стать специалистом в сельскохозяйственной области. Вторая версия более реалистичная, что он вместе с дядей Родионом Федорченко принимал участие в битве у Вавнигов. Мы подробно рассказали об этой переправе, когда говорили об овнижских атаманах Бондаренко. Ссылка вверху. Ну, конечно, на допросе Дмитрий об этом умолчал. Как бы там ни было, имеем такой факт. По сведениям историка Волкова, Федорченко Дмитрий Васильевич, 1905, почему-то года рождения, рядовой, в вооруженных силах юга армии и русской армии до эвакуации Крыма. На 19 февраля 28 марта 1921 в беженских лагерях в Румынии. Сначала Дмитрий попал на Лемнос. Через 3-4 дня удалось пароходам Россия вернуться в Царьград. И там Дмитрий, наконец, оторвался от франгелевцев и нашел знакомых. С ними он прожил в Царьграде несколько дней, но там невозможно было найти какую-нибудь подработку. Решили ехать в Румынию, поближе к Украине. Там набирали на работу 2000 невоенных. По дороге в Румынии Дмитрий приболел и поэтому по прибытию слег в Констанце. Через полтора месяца его перевели в лагерь Добруджи, там он еще был вместе с дядей Радевоном. Но когда пришел в себя после болезни и голода, то весной переехал в Бухарест. Сначала находились эмигранты в каком-то форте от Бухареста 12 верст, а затем на ЖД-станции рядом с Бухарестом. В начале октября 1921 Дмитрий переехал в Кишинев, но там деньги закончились. И как он рассказал потом на допросе, там был такой интересный человек, как Ивашина Геродот Дмитрий Васильевич. Он проживал в Бухаресте по улице Деля Века 45. Эти и другие фото Геродота взяты в воспоминания его племянницы Ольги Андрич. В то время Ивашина был офицером армии УНР и помощником у начальника разведки УНР в Румынии Гната Парахивского. Этот Ивашина помогал эмигрантам, он разместил Дмитрия в общежитии и помог с работой на станции Кишинев, где украинцы работали и ждали, пока Днестр замерзнет. Но когда наступили морозы, не осталось желающих убегать в холода, и Дмитрию пришлось идти самому. Немножко странно, правда? Что за страшная необходимость одному отправляться в такой путь, когда другие считали, что можно и подождать лучшей погоды. Он находит себе случайных попутчиков, парня из Дубоссар, Степи и Петра Макаренко из Полтавщины. Ребята успели пройти 10 верст, как их загребли румынской патрули и увезли снова в Кишинев. Там они нашли Ивашину Геродота, и тот обещал помочь, хотя, как утверждал Дмитрий, и мало нас знал. Так вот, Ивашина был у роженцев, не поверите, Верхнеднепровска, с Дмитрием по сути земляки. Ивашина находился в родстве с начальником разведки ОНР Парахивским, их жены были родными сестрами. Вот такая Петрушка. Нам это поможет для понимания дальнейших событий. Нам важно, что Дмитрий абстрагируется любыми путями от Геродота, хотя, если тот помогал ему устраиваться и оформлять документы, то точно знал, откуда парень родом, с какого парохода, и, естественно, о знаменитом дяде, которого в эмиграции знали все. Ивашина сказал румынам, что это не шпионы, видимо, там на границе у него все было схвачено. И тогда румыны сами под конвоем привезли хлопцев на берег Днестра вечером и приказали бежать на ту сторону по льду. Это было 6 декабря 1921 года в районе Криулян. Утром перебежчики были в Дубосарах, где проспали целый день. А вечером Степпи вывел их за село, и Дмитрий с Петром Макаренко пошли дальше пешком. Первые дни шли круглосуточно, отдыхали под соломой или в лесках, а потом передвигались только днем, а на ночь просились у людей переночевать. Так добрались до станции Помощная, что в Кировоградской области и их пути разошлись. Петр пошел на север, в Полтавскую область, а Дмитрий на Екатеринославщину. Пришел он домой утром после обеда, а отца как раз перед этим арестовали, но позже отпустили. При содействии своего отца он запасается документами на имя Тихого и все еще надеется выполнить какое-то поручение. Он хотел легализоваться, но отец выступил категорически против, доказывая, что теперь страшный голод и бандитизм. И представать перед советской властью с таким прошлым преждевременно. И посоветовал голод пережить в другом месте и потом уже появиться в Софиевке. Вся семья поддержала отца. Василий Яковлевич достал чистые бланки и придумал Дмитрию фамилию Тихий. Написали удостоверение и с ним Дмитрий снова отправился в путь. Думаю, что голод как причина это была правда. Правда, что им надо было держаться подальше от Софиевки. И правда, что у Дмитрия было какое-то поручение. Вместе с ним подались на запад сестра Маруся и брат Михаил, который к тому времени поменял не только фамилию, но и имя и превратился в Александра Горбенко, 1902 года рождения. Перед этим он ездил в Умань к своей дядине и та дала ему документы на своего умершего сына. Часть дороги шли пешком, часть ехали, подрабатывая пути. Добрались до Цветкова, Черкасская оба, затем в Христиновку, а дальше Бершадь Яланец. Житель Яланца Ануфри Васильевич Верезовский служил в сельскохозяйственном обществе. В декабре 1921 года была выставка, и к нему пришли местные жительницы Нина и Нюся Петровские и привели с собой голодающих из Екатеринославщины Александра Горбенко, Дмитрия и Марусю. Далее Маруся и Александр остались в Яланце, потому что по дороге они захворали, а Дмитрий пошел на Умань. Маруся жила у Трофима Попова, потом перешла к Петровским и весной 1922-го уехала. А Александр Горбенко, то есть Михаил Федорченко, работал в Бершадской коммуне рабочим, затем в местечке Чечельник, помощником агронома. В 1923 году он вернулся в Яланец, поселился у Петровских и женился на Нине Петровской. У них родился ребенок. В 1923 году Александра взяли на военный учет и направили служить в Киев, откуда он писал в Нине Петровской письма. А Дмитрий пошел на Умань, затем на юг, по Подольской губернии, в Гетмановку, Одесская область, Кривое озеро Николаевская область, Первомайск, Помощная Софиевка. Прибыл он домой весной 1922-го и узнал страшную новость, что его отец Василий Яковлевич Федорченко замучен до смерти и умер в Допре Кривого Рога. Я в Дохе передали его рубашку с окровавыми кусками мяса. Также умер еще один ребенок из этой семьи. После этого Дмитрий едет в Умань учиться в сельскохозяйственной школе подальше от родных мест, чтобы соседи не сдали его властям. Он рассматривал Херсон и Крым, где тоже были такие школы, но там также был голод. В мае 1922-го Дмитрий поступает в Уманскую сельскохозяйственную школу. Жил тем, что ходил просить милостыню по людям, где только можно подрабатывал. В тайнопрактике что-то платили, а когда освободили от платы за обучение, то стало еще легче. В Умане он стал на военный учет, как родившийся 11 сентября 1922 года и прошел допризывную подготовку. Тут надо сказать, что первую жену Дмитрия уел какой-то губа. И Дмитрий соединил свою судьбу летом 1923-го со студенткой Уманского училища бессмертной Харитиной Никитичной, 1991 года рождения, родом из села Шаулиха Тальневского округа Киевской губернии. В 1923-м в Уманском училище должен быть выпуск, но учеба затянулась до начала 1924 года. Во время учебы Дмитрий принимал активное участие в различных культ-просветительских и экономических организациях, лид-студии, семинары, марксистский кружок, судосберегательное общество, продуктивный коллектив и т.д. Также общественные работы, антирелигиозные, пассивные компании и по коллективизации селян, куда их посылал окружком комсомола. После окончания учебы он поступил в Ветзоо-институт в Киеве и там проучился до весеннего призыва. Но призыв студентов отложили до осени. Не имея средств к существованию, Дмитрий едет в Туркестан, чтобы заработать денег и получить практические знания. Там, в Наркомземе, он попросил себе работу, его направили на Красноводское опытное поле, сейчас Туркменбаши, где он даже вступил в союз все работ землеса. Затем поехал в Ташкент, в страну Садовые Огорода. Вместе с ним Туркестан едет и Харатына Бессмертная. Свою связь они особо не афишировали, потому что официально Дмитрий был женат. При этом он сохраняет переписку с братом Александром, который все еще сидит в Яланце. Письма к нему приходят на адрес местного жителя Ануфрия Березовского, то есть зачем-то братья прибегают к конспирации. В сентябре 1924 Дмитрий возвращается в Умань, чтобы явиться в призывную комиссию, но там узнает, что призыв назначен на 20 октября, и он решил это время пожить в Умане среди учащихся сельскохозяйственной школы, где у него было много знакомых. Такова была его версия, когда его 6 октября арестовала Уманская ГПУ на территории агротехникума. Это фото выпуска 1924 года, где-то тут и Дмитрий возможно, но как же его узнать? 16 октября 1924 его уже этапировали в Екатеринослав. После ареста его жена, та, которая увел Губа, официально развелась с ним и переехала с сыном Борисом в Днепропетровск. На момент суда Харатына Бессмертная все еще работала в Туркестане на опытной станции. Найти ее не удалось, известно только, что у него было два брата – бессмертный Ефрем Никитич и бессмертный Сергей Никитович, 1912 года рождения. Таким образом, в 1925-м Дмитрия судят в Днепропетровске за участие в подпольной петлюровской организации вместе с его дядей Родионом Федорченко. В анкете Дмитрий себя позиционирует сторонником советской власти и подписывается как Тихий Федорченко. Из его показаний мы узнаем, что жена Харатына ничего не знала о его прошлом. Участие в повстанческом движении он отрицал, признавал только борьбу против Деникина. Также сознался, что в Добрудже он два месяца находился вместе с дядей Родионом. На самом деле все было очень серьезно. ГПУ имело агентурное сведение о его связях с послом ОНР в Румынии Константином Мациевичем. Дмитрия сажают в камеру, следствие идет ни шатка, ни валка. Как вдруг на арену выходит некий слебедюк. И как будто бы то, о чем пойдет речь дальше, Тихий сам рассказал слебедюку в камере тет-а-тет. Дмитрий подтвердил научной ставке, что да, что-то он рассказывал всем в камере, но отдельно со слебедюком не беседовал. Читая показания слебедюка, возникают три вопроса. Во-первых, слебедюк такой уникум, что запомнил все топонимы и фамилия и малейшие подробности на 8 страниц убористого текста. И даже мое родное село Вовниги, которое не все в Соломянском районе всегда правильно проговаривают, а он произносит четко. Вовниги. А не Вовнига или Вовниг. Во-вторых, зачем Дмитрию рассказывать свои секреты первому попавшемуся заключенному с такими подробностями? Ну, можно в камере там примерно о чем-то побалаболить, а тут как на допросе. Слебедюк это объяснил тем, что он сумел войти в доверие. В-третьих, те же Вовниги. Последний бой у этого села Атамана Федорченко. Слебедюк и об этом знает. А это моя боль. Потому что переправа войсковая Вовниги распиарена советской властью дальше некуда. Таких переправ было тысячи. Но как нарочно, чтобы вытереть из памяти тот последний бой у Вовнигов, распиарили именно это. Еще и диораму ради этого специально отгрохали. И в каждом селе улицы попереименовали в честь погибшей на той переправе и все с фамилиями союзных республик. А Слебедюк о переправе повстанцев у села Вовниги был прекрасно осведомлен. Таким образом напрашивается вывод. Все то, что рассказывает Слебедюк, вполне могло быть известно чекистам от агентуры. А Слебедюк был нужен им только как свидетель в суде, который проговорил агентурные данные. Именно поэтому мы не можем отмахнуться от показаний Слебедюка. Дмитрию было, не забудем, на момент ареста 23 года, а на момент событий, о которых рассказывает Слебедюк, 20 лет. Слебедюк сказал на очной ставке, так, да откуда бы я все это знал, ведь познакомился с ним в тюрьме. Поэтому версию Слебедюка, откуда бы ни росли ее ноги, она пестрит фамилиями реальных лиц, интересными подробностями и игнорировать ее было бы неправильно. Итак, согласно Слебедюку, Дмитрий действительно принимал участие в бою у Вавнигов, как мы и подозревали. После чего вместе с дядей Родионом переправился в Румынию. Там они находились в лагере возле Бухареста, откуда их посылали на общественные работы. Потом Дмитрий поехал в Бухарест, чтобы разузнать, как можно вернуться на родину. Там он познакомился с петлюровским сотником Петром Терентьевичем Середой, подполковником армии ОНР, который, какое совпадение, родился нигде-нибудь, а в Верседнепровской Теренславской губернии подчинялся, кому бы вы думали, полковнику ОНР Гнату Парахивскому, свояку и вошины. Сведомо румынских властей, Парахивский активно вел работу против СССР, по заброске туда агентуры и контрреволюционной литературы. Наряду с этим готовил переправу на советскую территорию антисоветской литературы и листовки на украинском языке. Парахивский и направил Дмитрия в распоряжение румынского майора 9-го корпуса 12-й румынской армии с пакетом. Приехав в Кишинев, Дмитрий нашел там майора, отдал ему пакет. Тот спросил, добровольно ли он будет работать. Дмитрий ответил, что добровольно, по согласию украинских старшин, работающих при штабе румынской армии. Майор устроил его на квартире в гостинице «Европейская» 2-го класса, где Дмитрий познакомился со Скалецким. Был такой Скалецкий Павло Васильевич, возможно, это он. Слебедюк называет его сыном папа. Подробной биографии Скалецкого я не нашла. В итоге майор отправил Дмитрия в район Дубосар с заданием достать всякие разведывательные данные, передать их куда-то там, а потом двинуться в Одессу тоже для разведки. Также ему дали пакет для священника из села Захарьевка. Майор дал на дорогу 180 лей и 3 куска сахара, чтобы один кус сахара отдать машинисту, который привезет на станцию Раздельная. На границе румынский офицер сделал обыск, но пакет не отобрал и сказал, чтобы после перехода зажгли три спички и сделали из них крест, что значило бы, что они благополучно отошли от Красной заставы. Спички зажгли, после чего началась стрельба и крик «Стой!», но им удалось удрать, а пакет пришлось выбросить в Днестр. Около крепости Тирасполь Скалецкий и Тихий расстались. Скалецкий пошел в Одессу, а Тихий в Тирасполь, где пытался нарисовать планы и схемы, но какой-то военный шел мимо по тропинке, и Дмитрий убежал к винокуриному заводу, где скрылся в сарае, третья хата по правой стороне по шоссе от станции в город. Хозяин его утром принял, накормил, и после этого он пошел домой на Екатеринославщину. Так как дома его пребывание бросалось публике в глаза, то он решил уехать в Умань. Через Умань в 1922 как раз проходил отряд атамана «Орла» Якова Гальчевского, командующего повстанческими силами правобережной Украины. Дмитрий знакомится с Зайченко или Сойченко из отряда «Орла» и стал поставлять ему сведения о частях Котовского и Червоного казачества. Но через две недели Зайченко-Сойченко уехал в распоряжение Гальчевского и уверил Кихова, что все его разведданные переданы в штаб ВНР. А для дальнейшей работы придет из Польши никто иной, как сотник Строменко Екатеринославский. Его отец служил или председателем уездно-земской управы, или головой Убернской управы. Сначала я подумала, что это Василий Никевич. Он же находился в это время в тех местах. Мы рассказывали о Василии Строменко в видео «Деды бунтовали». Но, по-видимому, это был кто-то из сыновей его дяди Яремы Строменко, который действительно был гласным на Екатеринославских земских собраниях от Екатеринославского уезда. Удивительно, как мир тесен. В общем, сотник Строменко явился к Тихому, когда тот уже жил с Харитиной Бессмертной и был членом КСМ города Умань. Тихий ему якобы дал какие-то письменные сведения по форме от Зайченко-Сойченко. Далее какая-то лабуда идет, что Строменко пообещал Тихому офицерский чин, чему-то страшно обрадовался, хотя мы знаем, что Дмитрий более всего желал стать агрономом. Короче, этот Строменко был начебто связным между Польшей, УССР и Румынией. А теперь посмотрим, кто такой Шлебедюк, который так топил нашего Дмитрия. Сделаем лирическое отступление буквально на 10 минут вашего драгоценнейшего времени, потому что персонаж этот прелюбопытнейший и тем более связан с Олонянским районом, который я тоже курирую, так сказать. Но мне кажется, интересно о нем поговорить подробнее и потому, что Шлебедюк сидел с Дмитрием долгое время в камере, вошел к нему в доверие и пытался повлиять на его судьбу. Поэтому его биография достойна, чтобы ее немного подсветить. На самом деле, настоящая его фамилия – Сидяга. И этот Иван Степанович Сидяга родился в 1900 году в селе Красивка Тернопольской области, тогда это была Польша. Семья была большая – 12 человек. Учился он в Тернопольской учительской семинарии, а потом в Камарне, тогда это была Австрия. В 1916-м добровольно вступает в австрийскую армию, но попал в плен и его отвезли аж по такому маршруту, к черту на куличке, для работ на шахте и рисовых плантациях в лагере военнопленных. В 1918-м он поступает в Оренбургский дивизион, который воевал против генерала Дутова, потом на Колчаковских фронтах. В 1920-м заболел малярией и лечился в московском госпитале. Далее опять воюет на Западе и попадает в плен в Бреславле, отправили его в Штетин, потом привезли в Ленинград, откуда он выехал в село Васильевку, что возле той самой Захаревки, где живет священник в ожидании пакета с Молдавии, к тетке Ганне Балабан. Потом Ивана направили в Тамбов бороться с бандой Антонова. В 1922-м он едет в Туркестан драться с басмачами, и там он завершает военную карьеру мирным писарем 4-го Балашовского кавполка 7-й туркестанской кавбригады. И вот после демобилизации начинается самое интересное. В июне 1923-го Иван Сидяга приезжает в Харьков. Там устраивается на работу, прилично зарабатывает переводами книжек с польского и поступает учиться на Харьковские высшие педагогические курсы имени Сковороды. Он хочет совершенствоваться, чтобы работать педагогом. Надо еще добавить, что статус у него крутой на то время. Политоммигрант из Польши. В 1923-м же году Иван Степанович едет в Ахтырку, что в Сумской области по командировке Харьковского губисполкома, где работает техническим секретарем Ахтырского райисполкома. В Ахтырке он совершал растраты, и чтобы избежать наказания, буквально ударился в бега. И вот с Ахтырки полетели телеграммы по всем весям о том, что политоммигрант Сидягин растратил суммы райисполкома и скрылся. Принять меры к его розыску. Эта телеграмма от 5 февраля 1924 года. А эту подписал сам Предрика Каплиенко, что значит, что Предриг не при делах. И сам желает задержать, доставить, конвоировать в Ахтырку политоммигранта Сидягин. Но Иван Степанович сделал ход конем, что превратило все эти телеграммы в пустые бумажки. 2 февраля 1924 года он прибыл на станцию Екатеринославу. Туда же подтянулся и старший его на 7 лет брат Петр Степанович, который в это время уже обустроился в Соленом. И разыскиваемый растратчик пишет дежурному по станции заявление от имени Слебедюка Ивана Степановича, что он приехал вчера на станцию Екатеринославу, зашел в третий класс, сбросил с себя пальто, где из кармана, когда задумывал умываться, вытащили у него документы. Почему Слебедюк? Потому что это фамилия его матери. В качестве свидетеля он представил своего брата Петра и обрывки каких-то документов. И внизу мы видим карандашом, еще какой-то метрофан все это засвидетельствовал. После чего Ивану Степановичу выдали справку, что он Слебедюк. И вот Петр Сидяга едет назад в Соленое и говорит своей квартирной хозяйке, что его брат сейчас лечит руку в Екатеринославе, но скоро тоже сюда приедет. А Слебедюк в это время идет в Екатеринославский губы с полком к товарищу Самохвалову и просит подыскать местечко. И товарищ Самохвалов направляет его на работу с секретарем Солонянского рика. И Слебедюк попадает в ту вакханалию, которую мы описали в видео «Деды танцевали», ссылка внизу, о художествах Солонянского начальства, как раз в то время, когда все это разворачивалось, что закончится в сентябре 1925-го громким показательным судом. Петр Степанович Сидяга жил у вдовы Полины Наумовны Шишки, у которой сын Андрей Андреевич как раз находился на службе в Красной Армии. И когда явился Иван Степанович в Соленое, то они вместе жили на квартире у Полины Шишки и представлялись как двоюродные братья. Причем Петр Сидяга дружил, не разлей вода, с завхозом в Солонянской больнице Павлом. Какая-то особая дружба, как выразилась о ней Полина Наумовна. Соседи говорили, что жили кузены очень хорошо, часто организовали вечеринки, где собирались исключительно мужчины и исключительно вечерами. Но Ивану Степановичу не сиделось, и он вскоре взялся за старое. Как раз в то время, как арестовали Дмитрия Федорченко, мы узнаем, чем он занимался из газеты «Звезда» от 31 января 1925 года. Я ее зачитаю, она короткая, но нам даст некоторые оттенки для понимания образа Ивана Степановича. Похождение почти юриста Слебедюка Губсуд В октябре прошлого года в контору Кош Треста явился неизвестный молодой человек. Я Бабушкин, зам Чаплинского Рика, заявил он. Мне необходимо получить кредит для детдомов. Представив документы, удостоверяющие личность, неизвестный получил согласие на кредит. Отобрал обувь на 631 рубль 25 копеек и подписав вексель, отправился в бухгалтерию для оформления сделки. При регистрации сделки зав. статистикой товарищ Самобрынин обратил внимание, что в удостоверении личности, предъявленном неизвестным, подписи председателя и секретаря написаны одним и тем же почерком. Осторожный зав. статистикой решил проверить подданность документа и позвонил по телефону в Чаплинский Рик. Оказалось, что зампреда Бабушкина там нет. Убедившись в том, что он имеет дело с аферистом, товарищ Самобрынин вызвал агента угрозыска и неизвестный, который оказался техническим секретарем, Соломянского Рика с Лебедюком был задержан. В то время, когда Слебедюк уже сидел в Допре, Прядевский Рик получил для оплаты вексель на сумму 422 рубля 57 копеек от Екатеринославской конторы Вокот за якобы полученный им кредит, мануфактуру и белье. Вексель на сумму 508 рублей 78 копеек получил и Чаплинский Рик за якобы полученные им комплекты детского платья для детдомов. Рики были в недоумении, так как кредиты они нигде не получали. Обратились в угрозы, с которой, зная об афере, Кош Трести с Лебедюка заподозрил его в том, что и эти кредиты получил он. Подозрение это вскоре подтвердилось. На суде бабушкин Слебедюк не отказывался от предъявленного ему обвинения, но всячески старался добиться смягчения наказания. Нужда заставила. Жалование было очень маленькое. Однако выяснилось, что полученные в кредит товары Слебедюк продавал, а деньги прокучивал в ресторанах. Слебедюк – человек с высшим образованием, почти юрист, как заявил он на суде. Губ суд приговорил Слебедюка к 4 годам лишения свободы со строгой изоляцией и поражением в правах на 3 года. Предъявленные потерпевшими гражданские иски удовлетворены полностью. Конец цитаты. Получается, что протокол показаний Слебедюка на Тихого датирован 3 января 1925 года, то есть как раз перед его судом. И что-то нам подсказывает, что, естественно, чекисты использовали Слебедюка как подсадную утку, обещая смягчить наказание, которого он так жаждал. Мы знаем, что аферисты имеют какое-то обаяние и умение втираться в доверие, так что что-то он из Дмитрия вытянул, как подсадная утка. А остальное дописали чекисты по данным своей агентуры. Так что если в общем брать показания Слебедюка, то вполне можно им верить. Но помогла ли ему роль подсадной утки? Слебедюк шел по статьям 188-189 Уголовного кодекса, срок не ниже 1 года и до 2 лет. А он получил все 4 и еще и со строгой изоляцией. Хотя послабление, видимо, заключалось в том, что срок он не отсидел, потому что в 1926 уже был на свободе. А мы возвращаемся к Дмитрию Тихому Федорченко. 10 марта 1925 он объявляет голодовку и препровождается в одиночную камеру номер 60. Причина – медленное разбирательство, дело. 20 марта он пишет начальнику БПП, что он объявил голодовку, а не холодовку, и просит предоставить ему возможность умереть от голода, а не от холода. 21 марта голодовку он прекратил, но с одиночки его не переводили, ожидая каких-то распоряжений. Хотя он теперь уже требовал перевести его в общую камеру номер 59. 7 июля снова объявление голодовки в знак протеста против невыдачи через сессии Екатеринославского ГУП суда пропуска на свидание с женой, приехавшей из Ташкента с малым ребенком. Какого пола ребенок – не ясно. Перед тем 1 июля 1925 Дмитрия навещала сестра Маруся, и ей дали свидание беспрепятственно. Приговор огласили 11 сентября 1925. Чрезвычайная сессия Екатеринославского окружного суда в составе председательствующий Дукельский Семен Семенович, члены Алтухов и Абрамов, секретарь Леснянский без участия сторон. Обвиняемых трое – Родион Федорченко, Дмитрий Федорченко-Тихий и Березовский Ануфрий Васильевич. Приговор для Родиона и Дмитрия Федорченко – расстрелять. Березовского оправдали, он знать ничего не знал, через него только слали письма. Но, принимая во внимание устойчивость диктатуры пролетариата и что преступление ими совершено в период с 1919-1922 годов и руководствуясь амнистией 5-й годовщины Октябрьской революции, суд посчитал возможным заменить высшую меру социальной защиты лишением свободы со строгой изоляцией сроком на 5 лет каждого без конфискации имущества за отсутствием такового. Судебные сдержки по бедности осужденных отнесены за счет государства. Газеты осветили этот процесс. Вышли такие заметки по Украине под названием «Дело Петлюровцев», как слушалось дело видных деятелей Петлюровско-повстанческого движения, агронома Федорченко и его почему-то брата горного техника. Оба брата приговорены к расстрелу, который в виде крепости советской власти заменен 5-ю годами заключения со строгой изоляцией. Дмитрий не мог смириться и с 5-ю годами. Он начал писать разные скарги, требуя вызвать свидетелей сокамерников, среди которых, обратим внимание, на Илью Устиновича Говоруху из села Войсковое Солонянского района. Мы его еще встретим, когда будем рассказывать о Родионе Федорченко. И Потапа Харитоновича Михайленко, просто потому, что он из Башмачки. Там был такой Харитон Михайленко. Дмитрий надеялся, что ци свитки мали раскрыти у суди провокаційный наклеп на мене громадянином Иваном Степановичем Слободюком, «Нибо я займался шпионажем против УРСР». Но все это было напрасно. 14 августа 1926 года Верховный суд УССР приговор утвердил, при этом пожурил суд первой инстанции за то, что освободил обвиняемых от конфискации имущества. И тут началась эпопея по конфискации, хотя Дмитрий пытался объяснить, что пять лет не был дома и не знает, что там происходит. 18 января 1927 года пришли в хату Евдохи Федорченко с исполнительным письмом Софиевская милиция в лице Ивана Брикона описывать имущество. Вилучили хату Глиняну під черепицею, сарай, клуню, руду криву коняку, рябу корову, бричку, сиялку рядову, жатку, свиню з трьома під свинками. На прибуток республики. Началась тяганина. Пока доказали, что Дмитрию никогда семья не выделяла имущество. А все эти брычки, хата, сиялка, жатка и плуга остались от покойного Василия Яковлевича. А лошадь, корову и свиню приобрели уже в 1923-1925 годах. С матерью жили все это время только Яки в 16-й роке и Палашка в 9-й роке. Свидетели показали, что до 1918-го Родион и Дмитрий имели совместное хозяйство, но с 1920-го они тут не проживают. Мать сказала, что Дмитрий вообще с 1916-го ушел из дома, потому что проживал и учился в Комиссаровке, что рядом с Вишневым. В Комиссаровке действительно находили 40 десятин земли, выделенных Эрастом Бродским из своих владений на нужды Верседнепровского училища. 2 марта 1927-го старший милиционер Софиевской милиции и розыска Стародуб написал заключение, сложившееся с конфискацией ситуации и направил вышестоящие органы для дальнейшего рассмотрения. Но тут объявили амнистию в связи с десятилетиям Октябрьской революции и обеих, Дмитрия и его дядю Родевона, выпустили на свободу. Наконец, Дмитрий на воле. Он тут же пишет заяву о снятии с него судимости, возвращении всех документов и оставляет себе фамилию Федорченко-Тихий. После этой встряски он понимает, что надо покидать эти места и срочно. Дмитрий едет в Софиевку, там он видит нищету, а кругом практически все сторонники советской власти, которые никогда не забудут его семье повстанческого прошлого. И он был прав на 100%. Кто остались? В 1937-м их всех расстреляют. И вот 26-летний Дмитрий берет мать, сестру Полю Палашку и брата Якова Яныка и отвозит на время к бывшей жене в Днепропетровск. Она там работала учительницей. Видимо, с Харатыной отношения уже разладились, потому что он женился вскоре на россиянке Валентине Федькович из Краснодара. В 1927-м в семье Федорченко-Тихих родился сын Геннадий. В 1929-м Дмитрий работал в Сталинском округе, то есть в Донецкой области, агрономом. Затем поехал учиться в аспирантуру Московской сельскохозяйственной академии. Со временем забрал мать к себе, пытался разыскать сына Бориса, но безуспешно. Я тоже хотела найти Бориса, но, видимо, ему мать сменила фамилию или он рано умер. В 1933-м у Дмитрия родился еще один сын Эль. Связи с дядей Родионом никаких, но сам дядя всегда интересовался его судьбой. То, что их связывало, было больше, чем просто родственные отношения. Что касается брата Александра Горбенко или Михаила Федорченко, то он после службы в Киеве, Велонец, видимо, не вернулся, а направился в Сибирь, тоже подальше от дома, получил там высшее образование и работал ветеринарным врачом. По сведениям родных, как это они рассказали о Ниле Антоновне Галенде, он был женат, но детей не было. Куда делся ребенок от Нины Петровской, неизвестно. И была ли женой, собственно, Нина. Михаил Александр поддерживал своих родных и часто проведывал их. И умер в 1935-м от инсульта во время командировки в Николаевскую область на станцию Мучная. Правда, станция Мучная находится в Приморском крае. А что же подсадная наша утка с лебедюк Сидяга? После освобождения он таки пошел по педагогической линии. В 1926-м работал учителем в городище, но непонятно в каком их много по стране. В 1927-м в Чечельницкой школе при сахарозаводе, это в Винницкой области, как раз там, где 4 года назад Михаил Федорченко работал помощником агронома. Затем Иван Степанович вернулся к нам в Солонянский район. С сентября 1928 по февраль он учительствовал в Незабудино, а с 20 июня 1929-го обосновался на хуторе Промни, где уже работал директором неполной средней школы и преподавал географию, немецкий язык и рисование. Местный житель Анатолий Сауленко вспоминал о событиях 1933 года. «Памятаю, как побачил меня пухлым в селе Промень директор школы Иван Степанович Слебедюк. Вин взял меня за руку и привел до колгоспной коморы. Потім звернулся до кумирника Миколы Максимовича Кузнецова, щептой дав мне щось пуисты, я чекав-чекав и недочекався». И так работал Иван Степанович, женился на местной жительнице Марии, родилась дочь Надежда. А в сентябре 1936-го и его, и брата Петра Сидягу арестовали по обвинению в националистической контрреволюционной деятельности. Петр Степанович работал недалеко, завпедом в привольнянской школе. 35-летний Иван Степанович, конечно, утверждал, что всегда стоял на платформе советской власти и всегда разделял политику коммунистической партии. Начали разбираться, почему он сменил фамилию, докопались до прошлых судимостей, копались и в биографии. Иван Степанович отчаянно выкручивался. На вопрос, откуда у них с братом статус политэмигрантов-перебежчиков, ответил честно, с целью иметь больше привилегий в СССР и получше устроиться. Нашлись куча свидетелей, которые уличали братьев контрреволюционной деятельности. По его делу проходили знакомые нам по отряду НКВД, ссылка внизу, Тройдук Павел Владимирович, тогда он работал в Аталевской сельраде. Якобы ему Петр Степанович отдал какой-то револьвер. Другой наш знакомый по этому же отряду НКВД, Твардовский Василий Тимофеевич, был тогда головою сельрады в Незабудыно, где учительствовал в то время третий брат, Константин Сидяга. Характеризовал Квардовский братьев как противников коллективизации и сдачи хлеба государству и указывал на дружбу с кулаками. Один из свидетелей рассказал, что в беседе об историках с Лебедюк ему сказал, что сейчас у нас в Союзе некому преподавать историю, так как все историки арестованы. Я вот был недавно в Киеве, так там историю изучают по памятникам, ходят и осматривают их, а преподавать историю некому. Приговорили Петра Ситягу к 10 годам лишения свободы, которые он отбывал в Ухт-Петчалага, но в базе «Бессмертный барак» указано, что он был еще раз осужден 7 апреля 1938 за контрреволюционную троцкистскую деятельность и расстрелян 14 апреля 1938. И пока вы смотрите на его фотографию из паспорта, то мне вспоминаются показания его квартирной хозяйки Полины Шишки из Соленого. Она интересовалась, зачем же он из Польши приехал в Украину. По ее словам, Ситяга говорил, что он боролся за Украину, и я люблю Украину, мне здесь нравится, поэтому и приехал сюда. Ивана Степановича Слебедюка приговорили к 4 годам лишения свободы за то, что среди жителей хутора Промень систематически проводил агитацию, направленную против продажи хлеба государству, обвиняя компартию в ограблении и разорении крестьян. Кроме того, Слебедюк Ситяга запугивал граждан, пытавшихся вступить в партию. Так, в беседе со свидетельницей Кучер, когда она готовилась вступить в ряды ВКПБ, Слебедюк Ситяга запугивал ее возможным переворотом и неизбежной расправой над коммунистами. А их брата Константина Ситягу арестовали в 1938 и расстреляли. Когда началась немецко-советская война, то 13 сентября 1941 Дмитрия Васильевича Федорченко-Тихого мобилизовали в звании лейтенанта. Место призыва – город Краснодар. На войне он был ранен, получил медаль за отвагу. Сын его Геннадий тоже был мобилизован в Красную армию. Также Черкасский РВК призвало его брата Якова Васильевича, который закончил войну в звании инженера-подполковника и был награжден многими орденами и медалями. В 1945 у Дмитрия родился еще один сын – Валерий. На каком-то этапе Дмитрий вступил в коммунистическую партию, то есть стал вполне советским человеком. После войны его направили во Львов. Как мы знаем из истории, перед войной, согласно Пакту Молотова-Риббентропа, Львов был оккупирован Советским Союзом. Поляки оттуда массово выехали. И вот мы читаем на сайте Львовского национального аграрного университета. У червня 1947-го Міністерство затвердило лише дві штатні посади деканів. Сельско-господарским факультетом, який объєднував агрономічну, плодово-чівницьку та механічну спеціальності, було призначено ДВ Федорченка-Тихого завідувача кафедри тракторів і автомобілів. 29-30 вересня 1948-го ректорат провів розширене засідання Ради інституту з порядком денним про новий етап розвитку матеріалістичної біології. Ну, в общем, всі освідомліни о том Ракабісі, когда надо было критиковать теорию Менделя-Моргана, а вас хвалять Лисенка и Мичуріна. Прийшло засідання непросто, начали спори по этому вопросу. Наприклад, завідувач кафедри тракторів і автомобілів ДВ Федорченко-Тихий доводив, наскільки небезпечний ворог на фронті наук, що морганізм – це катастрофа, ворог знищений у відкритому бою, в царині біології, але не склав зброї, він перебудовується, і поки існує вороже оточення і класова боротьба, жодного компромісу бути не може. Но вся эта лояльность советской власти Дмитрия Васильевича не спасает. Загибель Галана в жовтні 1949-го зумовила посилення репресій у Західній Україні, зокрема, в навчальних установах Львова. Зі спогадів тогочасних студентів Носова і Волинця стає відомо, що в горнило цих акцій потрапив і ДВ Федорченко-Тихий. Його було звинувачено в причетності до Петлюрівського руху, виключено з комуністичної партії і звільнено з інституту. Далі приведемо цитату із книжки «Летять у вирії журавлі» Аніли Галенде. У сім'ї розмовляли, і Дмитро також, тільки російською мовою і виключно на побутові теми. Політики не торкалися. Дітей виховувала дружина, а Дмитро був зайнятий наукою і пропадав на роботі. Ні дружина, ні діти нічого не знали про минуле батька. Дмитро Васильович ніколи і грама горілки не брав до рота. Можливо, боявся, що під дією алкоголю може ненароком розповісти про те, що довелося мовчати все своє свідоме життя септо про свої молоді роки, коли боровся за вільну країну в загоні отамана Федорченка. Адже в радянські часи таку біографію слід було ретельно приховувати, якщо ти хотів бути успішним і не нашкодити своїй сім'ї. До останніх днів він був мовчазним, ніколи навідвертим, його завжди щось гнітило. В 1958 году пересматривалось дело Петра Степановича Седяги по скарге його жены. Но скарга осталась без удовлетворення. Интересним человеком был Петр Степанович Седяга, имел переписку с Западом, печатался в омигрантских газетах. Надеюсь, историки когда-нибудь докопаются до його дела. Касательно Івана Степановича Слебедюка, в деле о нём більше никаких следов. Отсутність заявлений його родственників, Гугл теж молчит. Хочеться надіятися, що він викрутился і затихарився где-то на просторах СССР. А Дмитрий Васильович Федорченко-Тихий умер в почтенном возрасте во Львові в 1984 году. Канал Ірина Коноваць-Поплавської Но що сказати? В принципі і так все ясно. Воспитанный родителями, в любви к Україні, к родной земле, Дмитрий Федорченко с юних лет искренне боролся за її независимость. І його ім'я навеки буде в нашій пам'яті, як нашого українського героя. Він был самым настоящим повстанцем. Він уничтожал наших врагів, щоб не допустить того, що ми розхлєбуємо до сих пор. Дмитрий закалився в цій боротьбі і до последнього момента воєвав за незалежну Україну. Перший переломный момент с ним произошел в тюрьме, коли над ним нависала смертельная опасность. Він знал смерть і видел її не разу, але погибати так бесславно для казака не варіант. Він вижив і ясно осознал, що на цьому етапі Україна проіграла. Дальніше сопротивлення веде до бессмысленних жертвів. А на його плечах мать, несовершеннолетний брат і сестра. І потрібно спасати сем'ю, приспосаблюватися до мирного життя, доучиватися, роботи по спеціальності. Коли він повернувся в Софіївку после освобождения з тюрьми, новий стріст його ожидав, коли увидел, як у матері отнимають хату. А односельчане вокруг вже вполне советські люди. І там вже правит бал землемер Каморний. В цей момент Дмитрий окончательно достовірився, що сем'я на краю гибели. І він в 26 років принимає единственне правильне раціональне решення. Він увозить сем'ю із Софіївки, рвёт зв'язку з прошлим і сам уїжджає подальше від родних міст. Тому що ті, хто остались, такі, як його побратимі і сосіді Енгельгард Васильівки, Антон і Пылыпка, Валенка, їх всіх потім розстріляють. І він становиться внешній другим чоловіком. А це ж колосальна психологічна нагрузка. Він пропадає на роботі, говорить і робить все, що требується від советського чоловіка. І все ради семьи. І даже вступає в АКПБ, і саме головне, він воспитує дітей в советському духі. І переходит на русський язык, даже проживає во Львові. Як видите, в семьі разговариває, тільки на русському. Дуже жена не знала о його прошлом. І він, як я понимаю, віддав дітей на воспитання їх матері-россіянці, щоб, не дай Бог, не заранить в їх душі ні капли того, що могло б повлиять на їх кар'єру, як це було с ним, і щоб у советській власті не було за що до них прицепитися. І так довгі, довгі десятиліття, щоб не нашкодити своїй сім'ї. До останніх днів, мовча з ним, ніколи не відвертим, його завжди щось гнітило. А була ж юність безшабашна, було кохання, була воля, і десь син Борис дитятого кохання та того п'янкого почуття свободи. Лише в кінці життя він розповів сестриному зятеві Збиху Михайловичу Стусу про свою участь у національної визвольній боротьбі. І мене вразив епізод, який ми закінчимо нашу розповідь. Це визнання є свідченням того, що Дмитро Федорченко завжди всей усіх пам'ятав, включно з батьком Атамана, дядьком Прадевона. Зболем згадував полеглих повстанців, а ще згадував цікавий епізод про те, як в загоні виявили шпигуна. Оскільки через того чоловіка загинуло багато повстанців, засудили його до страти. І батько Атаман наказав Дмитрові виконати вирок. Коли він побів шпигуна на розстріл, той дуже жаліславо просив зберегти йому життя, плакав, падав на коліна. Дмитрові, тоді ще молодому хлопцю, який звик рубати ворога в бою, дуже важко було примусити себе виконати такий наказ. Але перед очима стояли обличчя полеглих побратимів. І це допомогло відкинути вагання. Гей, застяг наш за Україну, Пиймось, пиймось, до сагину. Гей, застяг наш за Україну, Пиймось, пиймось, до сагину. Пиймось, пиймось, до сагину. Гей, застяг наш за Україну. Пеймось, пеймось, до Сагину, до Сагина, за страну. Пеймось, пеймось, до Сагину.